Говорить о креативных городах и о креативных местах стало безумно модным, но те кто это делают они не всегда проникают в глубину этой проблемы, а на самом деле современное мышление, современная ситуация эту идею обострила как никогда сильно. Ситуация это вот такая примерно. Мне очень нравится одна из цитат сказанная бывшим папой римским Иоанну Павлу вторым о том что если раньше главным экономическим ресурсом была земля, потом наступила эпоха где главным экономическим ресурсом стал капитал, сейчас наступает эпоха где главным экономическим ресурсом является человек. И когда идет разговор о креативных городах, правило он безумно романтичен. Требуется некая прагматика в самой интонации ведения этого разговора. Дело в том что любые культурные ресурсы это есть производственные ресурсы. Если раньше ситуация с культурными ресурсами в городе была примерно такова. Это некие обслуживающие пассивы те кто создает капитал. То есть понятно что горожане создающие капитал должны где-то отдыхать, где-то веселиться, где-то развлекаться и так далее и тому подобное. То есть сама логика культурных ресурсов города подразумевала что культурные ресурсы это некие пассивы. Мы попадаем в эпоху где из пассивов культурный ресурс переходят в актив. А наше мышление от построения каких-либо мест и тогда мест системы образования и прочее. Оно просто напросто работает по другой схематике, по другим образом. И это сейчас является основной и главной проблемой. Необходимо, крайне необходимо создание огромного количества маленьких свечных заводиков по производству и по развитию такого ресурса как люди. Необходимы те места которые будут содействовать и сопутствовать раскрытию человеческого потенциала. Именно тогда город превратится в некую среду которая будет являться частью новой экономики. А не некой слободкой на территории которой живут люди обслуживающие ту или иную фабрику по производству того или иного капитала. И вот это движение в сознании тех кто проектирует города, делает города, занимается проблемой развития крайне важно. Пока оно не произошло и все разговоры о креативных городах, о креативных местах и так далее воспринимаются как правило как некая красивая, очень модная, некая иносказательная история. Ну и напоследок маленький пример. Если говорить о командах, которые делают московские цифербаты, это антикафе. Притом таких появилось очень много и буквально за несколько месяцев их численность с 4 увеличилась до 12. То это ребята, которые ставят своей целью не получение прибыли, не организацию какого-то дела, которое будет обеспечивать их какое-либо другое дело. А это ребята, которые пытаются создавать некую среду прежде всего для себя. И вот это парадигма новой экономики, когда я осуществляю некую деятельность для того, чтобы жить, а не для того, чтобы получить какой-то ресурс, который обеспечит мне жизнедеятельность. Он крайне важен. Когда мы говорим про развитие креативных средств, очень важно, чтобы мышление тех, кто об этом говорил, оно было подчинено вот этой простой и банальной мысли.